Всем привет, я Дмитрий Баринов. Спасибо за ваши вопросы. Я их все прочитал и выбрал пять самых интересных. Вадим Орлов спрашивает, самая большая преграда на твоем пути в большой футбол? И как ты ее преодолел? Ну, преграда, наверное, была, это когда я в 10 лет уезжал в Мастер Сатурн. В таком возрасте очень тяжело уехать, наверное, от семьи, от друзей, от родных, всех близких своих. И когда я приехал туда, и первые, наверное, два-три месяца, я очень просился домой, чтобы меня мама забрала. Но мама сказала мне, потерпи, пройдет чуть-чуть времени, и ты мне потом еще скажешь за это спасибо. Эдуард Гайнулин спрашивает, твой прогресс, результат конкуренции, что тебя мотивирует? Ну, конкуренцию никто не отменял, и на тренировках надо доказывать каждый день свою состоятельность. Но мотивация, мотивация, она у меня всегда есть и будет. Я хочу стать основным игроком «Локомотива» и в будущем попасть в сборную России. Татьяна Тимофеева спрашивает, какой совет ты бы дал себе 17-летнему? Ну, в первую очередь, наверное, терпеть, никогда не сдаваться, слушать старших там, ну и, наверное, еще учить иностранные языки, потому что они в будущем пригодятся. Андрей интересуется, видишь себя капитаном «Локомотива» в будущем? Ну, мне сейчас 22 года, конечно, я себя вижу в будущем капитана «Локомотива». Капитан – это должен быть человек такой, который, ну, настоящий лидер команды, который заводит и помогает тебе во всем, советует. И у нас пример – это Игорь Денисов, он настоящий лидер команды и капитан команды. И последний вопрос. Что сделать молодому парню во взрослом футболе, чтобы не снесло крышу в жизни? Ну, это в первую очередь, наверное, зависит от человека. Если у человека есть голова, и он будет себя вести правильно, подходить правильно к своему делу, и никаких проблем не будет в жизни, я считаю. Ну, и в первую очередь, наверное, это надо прислушиваться к старшим, они дают тебе правильные советы и всегда держать себя в руках. И там бывают такие моменты, когда бывают срывы, но при этом надо понимать, что надо быть сильным и как бы справляться, наверное, с этим. Когда я переходил с этого периода, с 17 до 19 лет, мне много давали советов, и весь тренерский штаб, который сейчас у нас здесь, во главе с Дмитрием Лавськовым, с Олегом Паршининым, с Аркисом Аганесян, они мне много давали советов. И также я дружусь со старшими товарищами здесь в команде. И когда я приходил, и здесь был Дима Тарасов, он, ну, как бы жизненные советы мне давал. Спасибо, что они мне помогли там пройти этот период жизни.